Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Серьезный удар. Ответственность за реализацию на свая возросла в разы. Оборонный заказ в Москве проходит Международный военно-технический форум «Армия-2020». Достойная игра хоккейный клуб «Чуваксары» стал серебряным призером первенства ВХЛ. В Москве проходит Международный военно-технический форум «Армия-2020». В нем принимают участие полторы тысячи организаций, в их числе предприятия республики. В НИР «Прогресс» лента «Шумерлинский комбинат автофургонов». В программе форума обсуждение актуальных вопросов развития производственного и научно-технического потенциала оборона промышленного комплекса России Международного военно-технического сотрудничества. Достижение отрасли наглядно иллюстрирует выставка, на которой представлены более 28 тысяч образцов техники самого разного назначения. И все же самыми актуальными остаются вопросы диверсификации. Это направление имеет огромное значение как для самих предприятий оборонки, так и для экономики регионов в целом. О действующих в регионе мерах стимулирования организации обороны промышленного комплекса в Рио главы Чуваши Олег Николаев рассказал на заседании круглого стола по проблемам диверсификации. В республике применяются как финансовые, так и не финансовые меры поддержки в виде государственного сопровождения и продвижения приоритетных инвестиционных проектов. В Рио главы Чуваши указал на некоторые проблемы, которые, по его мнению, сдерживают темпы расширения ассортимента гражданской продукции у предприятий ОПК. К примеру, необходимость содержания значительных земельных территорий, связанных со спецификой производства и, как следствие, уплата возрастающих земельных налогов, недобросовестная конкуренция из-за отсутствия контроля соответствия качества и безопасности поставляемых по импорту детских товаров в России. За круглым столом обсудили и возможные варианты решения проблем. Те темы, которые сегодня были подняты, мне кажется, будут для нас очень серьезной помощью. Это, прежде всего, возможность создания кластеров двойного назначения. Если появится правовое обоснование, вернее, правовое регулирование такой формы организации производственного процесса и соответствующей кооперации, тем более форму поддержки со стороны государства такой формы организации, конечно же, это будет большим подспорьем для реализации планов диверсификации предприятий оборудованного комплекса на территории Чувашской республики. В Рио главы Чуваши Олег Николаев провел с республиканскими участниками форума «Выездное совещание», на котором поставил задачу создать в Чувашии базу компетенций промышленных предприятий. Работу в этом направлении начали в рамках разработки комплексной программы социально-экономического развития. Руководитель региона подчеркнул возможность взаимодействия предприятий друг с другом, как в рамках диверсификации производства, так и в части разработки инновационных видов продукции. В этом правительство готово оказать государственную поддержку. Мы с коллегами договорились о том, что мы еще поищем варианты совместного представления, с тем, чтобы здесь, объединяя усилия, мы, с одной стороны, представили бы очень мощную республику, Чувашскую республику, с другой стороны, за счет этого усилился бы каждый из предприятий на этом рынке. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Чувашия подписала ряд соглашений. Республика намерена сотрудничать с промсвязь банком по дальнейшему развитию региона. Документ, подписанный в Рио главы Чуваши Олегом Николаевым и председателем банка Петром Фродковым, предусматривает возможность участия финансовой организации в инвестиционных проектах и государственных программах по расширению малого и среднего бизнеса. С генеральным директором корпорации «Проект техника» Игорем Бекбулатовым Олег Николаев договорился о совместной работе над расширением ассортимента обороны промышленной продукции в рамках реализации нацпроектов. Документ рассчитан на пять лет с объемом инвестиций в один миллиард рублей. К тому же стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» «Государственные программы Чувашской республики модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства». Сегодня же подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии с правительством Москвы. Столица страны и Чувашская республика сотрудничают еще с 1994 года. Подписи под документом поставили в Рио главы Чуваши Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин. На новый уровень выйдут взаимоотношения организаций малого и среднего бизнеса. В планах создание инновационных предприятий, организация совместных деловых миссий. Не останутся без внимания и лучшие практики работы объектов социальной сферы. Сегодня из-за сообщения о бомбе в Чебоксарах и Новочебоксарске с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 эвакуировали более 500 человек. Это уже второй ложный звонок за август. Сейчас на максимально удаленное расстояние переместиться за ограждение. И придется там подождать приезда правоохранительных служб и новых. Сообщение было, как всегда, анонимным. В административных и производственных корпусах якобы заложены взрывные устройства. Но рисковать людьми ни в коем случае нельзя. В России с августа ужесточены меры наказания за реализацию некурительных табачных изделий. Подробности в сюжете наших коллег с пресс-службы МВД Почувашии. О подозрительном молодом человеке, машину которого часто видели возле рынка по улице Николаева, полицейским стало известно от общественников движения «Антидилер». Во время наблюдения было установлено, что к 12-й то и дело подходила и уходила молодежь. На диалог с водителем уходили считанные секунды. И не только на диалог. Оперативники поняли, что за это время клиенты успевают еще и забрать товар из машины. Для проверки данной информации нам был осуществлен выезд. Данный гражданин был задержан. На следующий день в его квартире в ходе обследования было изъято 708 пакетиков никотиноводержащей продукции. За сбыт на свая 31-летний уроженец ближнего зарубежья, который работал и проживал в Чебоксарах, был привлечен к административной ответственности. Обнаруженное на квартире вещество он уничтожил добровольно. Если этот молодой человек отделался довольно мягким штрафом в 3000 рублей, его коллеге по промыслу, задержанному на днях, повезло уже меньше. На 50-летнего выходца из Средней Азии полицейские надели наручники возле одного из городских парков, где тот продавал на свай. Незаконную деятельность сотрудники УКОН пресекли также совместно с представителями антидилера. При досмотре задержанного было найдено порядка 90 пакетиков зеленой смеси. Продажа была в строго определенное время, не более полчаса в день. К тому же проверяется информация, что данный гражданин работал не один, а с лицами, которые предупреждали его в случае появления опасности. Мужчине грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей. С 11 августа в России вступил закон об усилении административной ответственности за продажу некурительных табачных изделий. И именно такую сумму придется отдать продавцам такой опасной для здоровья смеси, как на свай. О фактах сбыта запрещенных веществ зрители могут сообщить по телефону доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Почувашской Республики. 58-33-33. К другим темам. Впереди осенний-зимний сезон, несущий с собой всевозможные простуды. Медики считают, что иммунизация должна быть в этом году особенно массовой. Защитить свое здоровье, сделав прививки, могут все. До конца августа поступит первая партия вакцины для тех, кто находится в группе риска. Особое внимание нужно уделить корпоративной вакцинации, чтобы люди, находящиеся в контакте каждый день, не передавали друг другу инфекцию. На совещании вновь говорили о реабилитации жителей, тяжело переболевших ковидом и имеющих хронические заболевания. 45 человек уже заканчивают курс реабилитации. Еще 110 приступят к процедурам. Курс восстановления доступен не только взрослым, но и детям. Уже месяц работает санаторий «Лесная сказка». Здесь действует несколько профилей. Кардиология, пульмонология, неврология. Программа «Мать и дитя». Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Участились случаи бешенства домашних животных. Эпизоотическую обстановку в Республике обсуждали на еженедельном совещании в Доме правительства. В этом году в Чуваше зарегистрировано 7 неблагополучных пунктов по бешенству животных. Из них 3 среди диких лисиц и 4 среди домашних животных. Анализ эпизоотической ситуации по бешенству животных в Чувашской Республике показывает, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваний всей бешенства среди домашних животных. Это собаки и кошки. В связи с пренебрежением в проведении ежегодных плановых вакцинаций своих питомцев. Против этой болезни привили более 300 тысяч восприимчивых к вирусу особей. Кроме того, раскладывают специальные приманки с вакциной для лисиц. Владельцам животных рекомендуют внимательнее относиться к своим питомцам и при малейшем подозрении обращаться в ветеринарную службу. Патриотизм. Важная составляющая воспитания молодежи о том, как заинтересовать этой темой и расширить кругозор, говорили и на августовском совещании педагогов. Учебно-методический центр «Авангард» Минобразования Республики организовал интерактивную военно-патриотическую выставку. Любовь к родине и интерес к ее героическому прошлому – для школьников это не просто слова. Военно-патриотическое воспитание – прежде всего неизведанный пласт новых знаний об истории страны, знаменательных датах и людях-легендах. На выставке работали несколько тематических площадок, в их числе оружейные, где были представлены образцы винтовок и пистолетов. Будущие солдаты должны владеть боевыми навыками по соседству средства связи вооруженных сил России, экспозиция с медицинским оборудованием, экипировка различного вида войск. В армии востребованы физически сильные люди. Совершенствовать навыки можно в стрелково-спортивных клубах, ДОСААФ, различных спортивных секциях. Члены поискового движения выставили экспонаты времен Великой Отечественной войны. В вопросах военно-патриотического воспитания задействован и Чебоксарский аэроклуб. Каждая площадка была интересна по-своему. Педагоги оценили ее интерактивность, проверив на себе различные тренажеры. Выставка наглядно продемонстрировала все возможности для дополнительного обучения ребят, которым предстоит служить в армии и которым интересна профессия военного. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Павел Иритков, Республика. Сегодня в Центре одаренных детей и молодежи Эдкер стартовали обучающие интенсивные программы. Школьников ждет три онлайн-смены. Августовская смена по биологии, 3D-моделирование в программе «Блендер» и декоративно-прикладное творчество. Принять в них участие решили более ста школьников республики. Рассчитаны программы на две недели. В ближайшее воскресенье Новочебоксарск отметит 60-летие со дня образования. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет широко отметить день рождения. В честь юбилея национальное телевидение «Чуваший» расскажет о том, как живет и развивается сейчас город-спутник. Интересные события, люди, традиции в наших сюжетах. 14 лет подряд в Новочебоксарске издательский дом «Грани» проводят творческий конкурс для начинающих журналистов, фотокорреспондентов и верстальщиков под названием «Школа пресс». Он стал уже традиционным и привлекает школьников со всей страны. «Школа пресс» – возможность не только найти идею для нового выпуска газеты, но и пройти мастер-классы ведущих журналистов и руководителей СМИ. Можно добавить разнообразие разных комиксов. На разных мастер-классах я много для себя подчеркнула и поняла, что главное, что человек видит и осознает, он это делает глазами. Поэтому главное – это стиль и вид нашей газеты. Как влияет интернет на содержание газет, как можно разместить множество ярких фотографий, как интересно рассказать о своих увлечениях. Сотрудники газеты рассказывают о всех тонкостях профессионального мастерства и дают профессиональные советы новичкам. Это, во-первых, иногда не цепляющий заголовок. Иногда это отсутствие то, что называется лип, то есть вхождения нет в статью. И еще неправильно немножечко дизайнерские оформленные вещи. Это, например, в вашей школе 50 лет. Вы заявили на первой странице, что вам 50 лет, но вы начинаете с какой-то статьи из Википедии. Я хочу прочитать про 50 лет. С тренда пошли, фотографии должны быть круглыми. Нельзя уменьшать вот такого формата, если вам газету пронесли, а вы его уменьшили из-за того, что у вас текста много места не хватает. Ценность этого кадра в газете сразу попадает. Ему никто не заметит, и никаких эмоций она не вызывает. Каждый год увеличивается количество участников конкурса. Школе пресс знают практически в каждом регионе России. Ночь в Аксарск приезжают из Нижегородской, Ивановской и Тамбовской областей, Кемерово, Улан-Удэ. На суд жюри представляют работы из Татарстана и Мариэл, Пензенской, Кировской и Нижегородской областей. Наконец-то мы видим свободу слова в школьных газетах. Дети уже не боятся критиковать и оценивать, и анализировать ту действительность, которая происходит не только на территории школы, но даже и того населенного пункта, где выпускается эта газета. Новый учебный год – это не только встреча с одноклассниками и учителями, но и новые идеи, которые ребята будут реализовывать на страницах своих газет. Впереди подготовка к юбилейному конкурсу «Школа пресс». Татьяна Молокова, Республика. Прославленный хоккейный клуб «Чубоксары» стал серебряным призером первенства высшей хоккейной лиги. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году сезон был закончен досрочно. Хоккейный клуб «Чубоксары» достойно провел серию игр. Столичные спортсмены обогнали все команды, уступив только набережным челнам всего 7 очков. Победители были определены по результатам регулярного чемпионата и матча плей-офф. 23 «Шайбэк» 36 игр. Дакшель Антон стал лучшим снайпером команды. Для команды «Бокатырей» комплект серебряных медалей уже второй. Первый раз второе место в турнирной таблице клуб занял два года назад. А в прошлом году «Чубоксары» забрали заслуженную бронзу. Два серебра, одна бронза. Пора бы замахнуться на золото. В этом сезоне в команде произошли кадровые изменения. Появились новые лица. Сплав опыта и молодости должен дать результат. Очень надеюсь на ветеранов нашей команды. Ну и, конечно, надеюсь за новичков. Те, которые пришли и должны усилить нас. И другой задачи, как завивать кубок в следующем году, у нас просто нет. Таким был понедельник 24 августа глазами корреспондентов национального телевидения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова